Гарик Шаповалов Возведенный по заказу страхового товариства Саламандра, Савой распахнул свои двери в 1913 году и сразу стал символом московского гостеприимства. Но мое знакомство с отелем начнется со стойки регистрации. Она работает круглосуточно. Здесь вам ответят на все вопросы касаемо билетов и туров. И персонал, кстати, владеет английским языком. На первом этаже гостиницы Савой расположился удобный бизнес-центр, в котором есть вся необходимая оргтехника, а также дружелюбный персонал, который готов оказать помощь в решении любого вашего вопроса. Попадая в лобби-зону гостиницы Савой, складывается впечатление, что ты попал во дворец. Интерьер выполнен в стиле ампир, люстра сверкает хрусталем, на стенах оригиналы картин, которые при желании вы можете купить и забрать частичку Савой с Савой. В углу скромно стоит рояль, где каждый вечер играет живая музыка. В лобби-зоне есть много мест, где можно отдохнуть, выпить чашечку кофе, почитать свежую прессу, но центральное место занимает огромный мраморный камин. Современный двухуровневый лобби-бар выдержан в стиле фьюжн, гармонично сочетающим в себе элементы хай-тек с античными статуями. Это идеальное место как для деловых переговоров, так и для спокойной беседы за чашечкой ароматного кофе. Все мы знаем, чем привык согреваться русский человек, но в лобби-баре Эрмитаж нам предложили кое-что другое. Это малиновый сбитень. Его состав, конечно же, входит малина. Что еще? Сейчас попробую вам расскажу. Чувствую приятный вкус меда. Также я вижу здесь какие-то цитрусовые. По-моему, это грейпфрут или лимон. Ну, а второй напиток это Christmas 3. Зеленый он, потому что в его составе большое количество киви. Также там есть различные цитрусовые, такие как апельсин, лимон, лайм и грейпфрут. Ну что, попробуем? Очень вкусно. Сразу чувствуется ударная доза витамина С. Ну и здесь у нас экспресс-салат из экспресс-меню лобби-бара. Как мы видим, состоит он из листьев шпината, черного кунжута и королевских креветок. Ну, все мы знаем про шпинат и про папайя. Надеюсь, я тоже стану таким же сильным и накачанным, если попробуем эти листочки. За вкусной и полезной пищей приходите в лобби-бар «Эрмитаж». Здесь вас всегда удивят. В гостинице «Совой» 67 номеров пяти различных категорий, начиная от классического до гранд-люкс «Совой». В этих номерах останавливались такие звезды, как Диего Марадонна, Ричард Гир, Патрисия Касс и сборная Италии по футболу. Первое, что бросается в глаза, попадая в номер, это ширина коридора. Он очень широкий. Если у вас будет большое количество багажа, вам не будет тесно. Видно, насколько здесь светло, комфортно, уютно. Цветовая гамма очень приятная. Кстати, каждый этаж гостиницы «Совой» оформлен в своей собственной цветовой гамме. В данном случае это шампань. Также доступны цвета бордо, синий и зеленый. Ну, здесь у нас пресс для брюк, приятный бонус для официальных и деловых людей. Бар, полочки, плазма, IP-телефон. В любой момент можно связаться с ресепшн или рум-сервис. Также ваши друзья могут оставить вам сообщение, если вы куда-то отлучились из номера. Водичка, она меняется каждый день. Цветы. На стенах у нас здесь картины, все подлинники. Если вам картина понравится, ее можно приобрести. Ну и, конечно же, кровать. Мягкая, удобная, очень комфортная. Ванная просторная, места хватит каждому. Зеркало с подсветкой, пол с подогревом. Раковина мраморная, мрамор настоящий. Здесь у нас элитная французская косметика. И, конечно же, полноценная ванная. Вот такие халаты. В общем-то, все. В коридоре большой шкаф для вещей. Места хватит для всего. Полки большие, много разных шкафчиков. Есть даже вот такой плед, если вам станет холодно. Также есть сейф, сейф большой. В него влезет даже ноутбук. Рядом шкаф для верхней одежды. Различные вешалочки. Набор для обуви. И, если вы не захотите идти на завтрак, то завтрак можно заказать прямо в номер, благодаря вот такой карточке. Тут даже есть вегетарианское меню. А это номер Grand Luxe Savoy. И сказать, что он большой, это значит ничего не сказать. Он просто гигантский. Здесь все продумано до мелочей. Шторы и вся архитектура визуально разделяют пространство на три независимые зоны. Это столовая, гостиная и рабочая зона. Но начнем мы в этом номере с самого главного. Со спальни. Спальня поистине королевских размеров. Все так и кричит о статусе тех гостей, кто здесь останавливается. Матрас ортопедический, принимает форму вашего тела. А гипоаллергенные подушки способствуют хорошему сну. Подсветка на потолке добавляет в атмосферу романтики. Также здесь есть плазма. Где? А вот она. Да, такое встретишь не в каждом номере. Но здесь есть еще и королевская ванная. Ванная во всю длину спальни, поэтому ее тоже можно смело назвать королевской. Мраморная раковина. Как и везде настоящий мрамор. Есть все как обычно, халатики. Но главное внимание заслуживает это двухместное джакузи. Выходя из спальни, вы сразу попадаете в рабочую зону. Здесь к вашим услугам стол с кожаным покрытием, кожаное кресло, IP-телефония. В общем, все необходимое для самых серьезных и занятых людей. Рядом с рабочей зоной отдельная гардеробная. Это не просто гардеробная, я бы назвал это отдельной комнатой. При желании можно разместить вещи всех своих гостей. Дальше мы попадаем в шикарную гостиную. Здесь все создано для комфортного пребывания. Мягкая мебель, удобный диван, даже телевизор. Можно повернуть. Этот номер полон сюрпризов. Здесь даже есть отдельная столовая и кухня с отдельным входом для вашего личного шеф-повара. Вы сами или ваш шеф-повар порадует вас любыми блюдами. Благо для этого есть все условия. Номер просто фантастический. Не передать словами все те эмоции, которые я испытываю, находясь в нем. И я уверен, вы со мной согласитесь, хотя бы раз побывав в отеле «Совой». Зал «Альпийская роза» – это переговорная комната с искусственным камином вместимостью до 25 человек. Все очень изысканно и элегантно. Я думаю, здесь отлично будут проходить деловые встречи или переговоры. Комната поделена на два пространства площадью 17 и 30 квадратных метров соответственно. При желании их можно разделить вот такой перегородкой. Конференц-зал «Зимний сад». Самый большой универсальный зал под стеклянным куполом. Площадью 214 квадратных метров и вместимостью до 150 человек. Зал оборудован самой современной аудио- и видеотехникой. Является лучшим местом для проведения конференций, презентаций, тренингов, семинаров, концертов и банкетов. В оздоровительном центре гостиницы «Совой» есть сауна, бассейн и тренажерный зал. Сауна доступна с раннего утра до позднего вечера, а бассейн и тренажерный зал в любое время дня и ночи. Редактор субтитров А.Семкин Главный ресторан гостиницы «Ресторан «Совой». Он состоит из двух залов – каминного и банкетного. Это банкетный. Друзья, он просто поражает. Отделка, интерьер – это не передать словами. На потолках оригинальные венецианские зеркала неправильной формы. Они здесь с самого момента открытия, то есть аж с 1913 года. В центре мраморный фонтан с золотыми рыбками. Вокруг ограда кованая бронза, ручной работы. Есть пословица «Увидеть Париж и умереть». Но я считаю, что нужно сначала увидеть ресторан «Совой», а умирать уже не обязательно. Что у нас сегодня здесь в меню? Салат. Салат всеми любимый оливье, но необычный. Сделан по рецепту 1912 года. Украшен утиной грудкой и красной икрой. На первое сегодня суп-пюре из спаржи и тыквы. В центре крабовое мясо из настоящего камчатского краба, а не из крабовых палочек. Ну и на второе это царская стерлядь с раковым соусом и красной икрой. Ну что, попробуем все это чудо. Отличное блюдо, очень здорово. Есть большая тайна, как сделать так, чтобы суп не перемешивался. Нам ее так и не открыли. Ну что, попробуем. Необычный вкус. И вторая часть. Вторая часть мне показалась чуть слаще. Ну, наверное, потому что там тыква. Ну и на второе. Царская стерлядь. Сейчас попробуем, что так любили наши цари. Не передать словами. А запах. Жалко, что техника не дошла до того, чтобы передавать еще и запахи. Вау. Рядом с такой дверью чувствуешь себя лилипутом. Это каминный зал ресторана «Совой». Если вам захотелось ощутить себя в атмосфере шика и роскоши, 60 квадратных метров к вашему распоряжению. Это идеальное место для проведения свадеб, торжеств, банкетов и деловых встреч. Вот и закончился наш день в отеле «Совой». Это поистине легендарное историческое место. И рассказать обо всем его великолепии за один день просто невозможно. Поэтому я искренне желаю вам оказаться здесь самим и на себе. Испытать все то, о чем я сегодня говорил. Надеюсь, это видео было для вас полезным. С вами был Гарик Шаповалов. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok